Ну что ж, всем огромный привет! Я безумно рада видеть вас на своем канале. Далее это строительство в Sims 4. Сегодня мы с вами будем строить квартиру матери-одиночки. Я поняла, что в принципе на канале давненько не было такого плана роликов. Не было подобных квартир, не было квартир для каких-то многодетных семей и еще чего-то подобного. И мне искренне захотелось построить что-то в этом духе. Именно поэтому сегодня такая квартира. Я думаю, что многим из вас она может как-то пригодиться. Возможно кто-то из вас играет с такой моделью семьи, когда есть одинокий родитель и несколько детей. Сейчас я расскажу вам о той модели семьи, которую я себе представляла и для которой я строила. Я строила, конечно же, для матери-одиночки с тремя детьми. И это три девочки. То есть это не так, что дети разного пола, а именно три девочки. Возраст у них тоже разный. Две девочки школьного возраста и одна девочка подросток. Вот как-то так я примерно себе представляла. И, конечно же, по наличию спальных мест и по наличию вообще всей мебели квартира рассчитана именно на такую семью. Вы, если вам захочется использовать эту квартиру для другой модели семьи, сможете, конечно, что-то поменять в ней. Либо убрать, либо доставить кровати, либо как-то что-то переставить. Но в целом я делала именно для такой семьи. Вообще, честно говоря, я выбрала квартиру Call Pepper House 17. Я поняла, что давно я в ней не строила и как бы надо бы что-то попробовать сделать какую-то немножко другую, иную планировку, которая у меня, допустим, раньше не получалась. Я очень долго сидела и не могла понять, что же я хочу видеть от этой квартиры. Действительно, я строила в ней уже несколько раз. И мне казалось, что я уже просто перепробовала все планировки и ничего хорошего у меня из нее не выйдет. Но, в принципе, посидев достаточно длительное время, я поняла, что можно что-то придумать и вот таки придумала. В конце вы увидите скриншот, на котором сможете понять, как именно я расположила все комнаты, потому что по видео, я думаю, это не очень понятно. И поэтому в конце вас ждет скриншот вида сверху. Это для тех, кто перестраивает квартиры по моим роликам. Не для тех, кто их скачивает, а именно для тех, кто перестраивает. Я знаю, есть такие люди среди моих подписчиков, поэтому, пожалуйста, ждите конца и там будет скриншот. Ставьте себе на паузу и как-то, не знаю, фиксируйте себе на телефоне. Я же все-таки очень долго просидела с этой планировкой, но я не могу сказать, что она мне в целом прям 100% нравится. Это немножко не тот формат квартир, который я люблю. Она получилась достаточно странной по планировке. Наверное, какой-то, не знаю, больше напоминающую российскую квартиру с вот этими проходными комнатами, знаете, ну как-то не знаю. Я в рамках Sims такое не очень люблю, потому что российских квартир, в принципе, хватает в жизни. А в Sims мне хочется строить что-то другое, прямо совершенно другое. Ну ладно, не об этом сегодня. Я еще, кстати, хотела сказать о том, что я постаралась украсить эту квартиру к Хэллоуину. Идея моя заключалась в том, что семья, которая здесь живет, отмечает праздник Хэллоуин и привыкла, скажем так, украшать свою квартиру разными тыквами, рисунками, какими-то открытками, еще чем-то. В общем, украшать квартиру к празднику. Они не отмечают его прямо с огромным размахом, но само ощущение того, что это праздник, им хочется. И они всячески пытаются украсить квартиру разными атрибутами, относящимися к этому празднику. И поэтому я всячески украшала открытками, какими-то черепами, паутинами, пауками, какими-то конфетами. В общем, просто какими-то осенними листочками. И мне кажется, что получилось достаточно неплохо. Я тут, кстати, совсем недавно смотрела, опять же-таки, американских блогеров, которые украшают свои дома к Хэллоуину уже достаточно активно. И я там всего-всякого насмотрелась. И мне, конечно же, захотелось украсить что-то в Симсе, потому что, ну, это просто неистовое желание было. Я не смогла с ним бороться. И я подумала, ладно, значит, эта квартира будет 100% украшена к Хэллоуину. Вот, поэтому она, по сути, может входить в тот список, скажем так, хэллоуинских видео. Вот, я уже вам говорила, что у меня есть на примете. Но эта квартира, знаете, это такой перевалочный пункт. Я могу ее назвать именно так, потому что те постройки, которые я еще, скажем так, в своей голове для вас готовлю, они более сложные. И мне нужно было что-то, чтобы чем-то перебиться. Вот, поэтому эта квартира, собственно, исключительно ради этого была построена. Я, кстати, специально не выбирала большую квартиру, потому что мне не хотелось строить большую квартиру на камеру. Как-то не лежит у меня душа сейчас к большим квартирам. Да я вам миллион раз уже говорила, что не люблю большие квартиры. Если уж большая квартира, то тогда уж сразу лучше дом. Квартиру мне строить не очень хочется. Вот, поэтому я исключительно по маленьким квартирам хожу и бегаю, и строю только их. И эта квартира действительно достаточно маленькая, но я смогла сделать из нее полноценную трехкомнатную квартиру. Блин, это классно. В этой квартире есть отдельная кухня, прямо отдельная. Она никак не связана с гостиной, вот. Есть отдельная маленькая, но гостиная и две спальни. Одна из которых принадлежит маме, а вторая детям, дочерям. В одной комнате, получается, три девочки будут жить, но комната не маленькая, поэтому им там, в принципе, хватит места. К тому же, в дальнейшем вы увидите, как я ее распланировала, скажем так, эту комнату. И там очень даже много всего поместилось, и я такая думаю, вау, нифига себе, все хорошо, вот. И комната мамы, конечно же, тоже отдельная, мне захотелось именно так. Я объясню, почему. Вообще, я в голове себе придумала так, что эта семья не всегда была, скажем так, без отца. Я так думаю, что отец ушел совершенно недавно, может быть, год-полтора. И вот этот период, конечно, они живут бы вчетвером, получается, мама и ее дочери, а до этого был отец. И, естественно, спальня, она была, ну, логична в этой квартире. Именно отдельная спальня для родителей и спальня для детей, вот. И пока еще прошел год-полтора, я не думаю, что там кому-то что-то захотелось сильно менять, поэтому в этой квартире все осталось так, как оно было при полной семье. Квартира не подверглась сильным таким изменениям. Возможно, изменениям в плане какого-то там декорирования и отмечания каких-то праздников, да, оно появилось, потому что мне кажется, что когда мама остается с детьми одна, без мужа, без отца, да, она все-таки хочет как-то детям каждый день устраивать какой-то праздник, чтобы дети не чувствовали себя какими-то, не знаю, не такими, что ли. И таким образом семья стала отмечать и Хэллоуин, еще какие-то другие праздники, которые раньше в семье, допустим, не отмечались. Рождество, понятно, отмечается в семье всегда и везде. Я думаю, что такой праздник как Хэллоуин отмечается далеко не всеми семьями, но в этой семье произошла такая ситуация, и мама решила, что надо просто, скажем так, дарить детям больше эмоций, больше радости, больше каких-то, не знаю, положительных именно эмоций, и она решила, что и к Хэллоуину будут украшать, и не квартиру, потому что это все-таки какое-то взаимодействие с детьми. Я думаю, что любым детям нравится украшать квартиру каким-то праздником, любой праздник для ребенка это прямо вау. Эта квартира отныне теперь украшается к Хэллоуину, к Рождеству и ко всем остальным праздникам. Я думаю, что украшается она посезонно. Ну, допустим, осенью это один декор, зимой это другой декор, весной и летом это третий декор. Вот, поэтому как-то так я себе распланировала, и мне кажется, что квартира получилась уютной, достаточно семейной, в ней есть какая-то такая своя атмосфера, она достаточно компактная. И знаете, я старалась ставить мебель такую попроще, ну, то есть, чтобы не было прям лакшери квартиры. Не хотелось именно семейного уюта, ощущение того, что здесь есть дети, их здесь немало, трое детей, хоть и девочки, и, кстати, девочки, значит, в доме порядок. Я все-таки не решилась захламлять эту квартиру прям до невозможности. В детской, конечно, много мелких предметов, много разной атрибутики, но в основных комнатах кухни-гостиная я все-таки постаралась оставить более-менее порядок. Там много декора, но декор именно такой вот, скажем так, праздничный, к Хэллоуину в основном. Ну, и там какие-то книги. Это все. А так вот, чтобы прямо было, знаете, захламленно-захламленно, что прям ощущение как будто грязное, не прибрано, такого нет. Я старалась этого не допускать, потому что, ну, в доме сплошные девочки, а девочки это автоматический порядок. Ну, по крайней мере, я так считаю, потому что я в семье одна, и я девочка, и у меня был всегда порядок, и меня не надо было об этом просить. Я сама понимала, когда мне нужно убраться, а когда нет. То есть у меня это прямо с детства. При том, что мне это особо, ну, как бы не прививали, наверное. То есть меня не заставляли прибираться. У меня не было каких-то скандалов в семье из-за того, что я там где-то игрушки свои не убрала или еще что-то. Возможно, когда я была совсем-совсем маленькая, тогда, да, тогда родители мне скорее помогали убирать игрушки. Я это помню, как мы вместе собирали игрушки. И таким образом, видимо, они мне привили черту убирать всегда за собой. И она у меня до сих пор есть, и я до сих пор всегда все прибираю. Везде все чистенько, аккуратненько убрано. И мне кажется, что многие девочки к этому склонны. У девочек это более частое явление, чем у мальчиков. Мне кажется, что пацанам вообще все равно, в какой комнате жить, убрано тут или нет. Они знают, что есть мама, и она там где-то что-то приберет и уберет. А девочка, она, мне кажется, сама хочет заботиться о своей территории. И так как в этой семье аж целых три девочки, конечно же, у них порядок, чистота, и мама там в основном мало что делает. Во-первых, мало что успевает делать, потому что очень много работает. Но это понятно, потому что нужно как-то платить за школу, за какие-то дополнительные занятия, еще за что-то. И я так думаю, что это именно вот такая семья, где мама очень много работает, а девочки предоставлены сами себе, но при этом они, скажем так, не начинают заниматься какими-то плохими вещами. То есть это более-менее неадекватная семья. И я строила именно для такой семьи, именно вот такую уютную, прекрасную, теплую квартирку для хорошей, дружной семьи, пускай даже не полной, но все-таки дружной семьи. Честно говоря, я не помню, насколько тысяч земленов мне вышла эта квартира, как-то я забыла глянуть, но ладно. Я думаю, что это не так важно, но я думаю, что дорого, потому что я не умею строить дешево. И это, кстати говоря, в попытках построить что-то стартовое. Стартовую квартиру, стартовый дом, ой, нет. Я, знаете, я поняла, что, наверное, это все-таки не мой конек. Во-первых, я не очень люблю рамки, в которые меня помещают, либо я сама себя как-то помещаю. Не люблю, ненавижу просто рамки. Я все-таки свободолюбивый человек, это точно, 100%. И я просто не могу терпеть какие-то вот такие челленджи. Я начинаю чувствовать себя какой-то ущемленной, и мне постоянно начинает не хватать что-то. И у меня просто пропадает желание что-либо строить, поэтому я никогда не обращаю внимания на деньги, ну, именно в игре, да. В том плане, что не смотрю, сколько у меня там вышла квартира. Меня никогда не парит этот факт. Вот поэтому, если вам прямо сильно это важно, то когда уже скачаете, сможете посмотреть. А я действительно крайне редко обращаю на это внимание. Я не знаю, плохо это или хорошо, но мне так проще, мне так легче, реально. Я, в принципе, не смотрю за какими-то такими моментами, типа, знаете, крайне редко обращаю внимание на названия предметов, на их, скажем, как это назвать, на их принадлежность. Я вот как-то так могу это только сказать. И я просто ставлю то, что мне нравится, что по моему мнению кажется, что здесь бы вписалось, и я всегда так строила, и не хочу это, скажем так, менять каким-то образом. Вот, я помню, как-то я строила эко-комьюнити, и мне там написали, что я использовала очень, очень много предметов, которые вообще нифига не экологичны. Да блин, плевать я вообще хотела на это. Ну, правда, я строю то, что, на мой взгляд, смотрелось бы красиво и интересно, и что, на мой взгляд, смотрелось бы уместно. А что там игрою предусмотрено, экологичны это предметы или нет, да мне вообще плевать, вот правда. И вот я действительно придерживаюсь именно такого мнения, я всегда так строила, в принципе, продолжаю это делать. Я не обращаю внимания на название предмета, на их стоимость, там еще на какие-то нюансы, я просто не привыкла. Вот у меня есть предметы, и я все готова использовать, вообще не глядя. Визуально, скажем так, определяю, нужно мне этот предмет или нет. Знаете, что-то как-то сегодня у меня слишком туго дается мне озвучка. Не знаю, у меня особо нечего даже рассказать-то про эту квартиру, потому что все и так наглядно понятно. Единственное, кстати, чего вы не видели на камеру, это ванной комнаты и маленького коридорчика, которые есть в этой квартире. Вы их сможете рассмотреть, во-первых, на скриншоте в конце, как я уже и сказала, ну и сможете посмотреть их подробно, когда скачаете. Но я решила уже не снимать ванную. Во-первых, она такая маленькая, что там неудобно снимать. А вы знаете, что я играю с полностью поднятыми стенами и снимаю, и строю, и играю всегда с полностью поднятыми стенами. У меня просто такая привычка. И снимать маленькие помещения с полностью поднятыми стенами неудобно. А строить без стен совсем я просто не могу. Я вот, ну не могу, я не могу с собой ничего поделать, мне не нравится. Я не вижу полной картины. Как это нет стены, ё-моё. Ну, блин. Сразу моя вот эта вот какая-то картинка, которая у меня получается, она пропадает. И я такая, господи, что случилось? Где стена? Вот, поэтому я не могу. И снимать в маленьких ванных комнатах, в принципе, в маленьких комнатах неудобно. Поэтому я решила, что ванну я снимать не буду. К тому же там нет ничего интересного. Ну и коридор тоже очень маленькое помещение. Там кроме, блин, тумбочки с обувью, зеркала и пары пуфиков нет ничего. Ну и встроенный шкаф. Но там было изначально, когда я планировала квартиру. Поэтому, собственно, там нет ничего интересного. Сможете рассмотреть на скриншоте. Там, в принципе, видно. Ну и сможете, конечно же, посмотреть, когда скачаете. Я думаю, что мне, в принципе, больше нечего рассказать про эту квартиру. Я осталась ей более чем довольна. Получилось, как мне кажется, достаточно уютной, прикольной. По-настоящему домашней. Скажем так, наполненной вот этой вот приятной атмосферой любви, заботы и понимания. Мне кажется, это самое главное. Поэтому я буду на этом сегодня с вами прощаться. Конечно же, прежде чем уйти и закрыть этот ролик, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новых и интересных роликов. Также, конечно же, не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте, для того, чтобы не пропускать различных интересных вещей, которые происходят на канале и за его пределами. А еще, если вам не сложно, вы можете поделиться этим роликом со своими друзьями, для того, чтобы новые зрители узнавали о канале. Ну, а на этом у меня все. Я всех благодарю за просмотр. Всем до скорых встреч и всем пока-пока. Увидимся с вами в новых роликах. А, да, я еще не сказала. Скачать, как обычно, сможете по ссылке в описании, либо в группе ВКонтакте. Это кому где удобнее. Ну, все. Теперь у меня точно все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok